Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого! Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И, кстати, подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы ещё этого не сделали! Что за фигня такая? Быстро подписывайтесь. Как я вообще делаю видео, пока вы не подписались? Не понимаю. Решил поиграть в Sid Meier's Civilization Beyond Earth's Rising Tide. Тут столько сразу под названий и под заголовков. Это игра про освоение другой планеты, на которую вы улетаете после, собственно, Цивы. На самом деле она была сделана на движке пятой Цивы. Давным-давно у меня на канале куча и прохождений есть этой игры, и сетевых партий, и гайдов. На гайды, я думаю, есть ссылка в описании, либо в верхнем правом углу сейчас появится. Но давно я в неё не играл. Я хочу сейчас записать прохождение на последнем уровне сложности, как всегда. Потому что я думаю, что Firaxis, по идее, осенью должны анонсировать какую-то игру на движке шестой Цивы. Они так всегда делали после всех Цив. Вот на движке четвёртой Цивы они сделали колонизацию, Sid Meier's Colonization. Правда, это, конечно, ремейк старой ретро-игры, но тем не менее. На движке пятой Цивы они сделали вот Beyond Earth. Хотя тоже кто-то считает, что это ремейк Альфа Центавры, но Альфа Центавра, по-моему, поинтереснее было. Так что я думаю, что на движке шестой Цивы они тоже что-то сделают. Посмотрим. В любом случае, мне кажется, Beyond Earth Rising Tide интересная игра, самобытная. Во многих местах даже интереснее Цивы. И она прошла довольно незамеченной по той простой причине, что Firaxis пожадничала в своё время. И выпустила вот Beyond Earth без этого дополнения Rising Tide довольно куцей. Ну, собственно, как и с шестой Цивы происходило. Но если в шестой Циве людям-то нравится за цивилизацию играть, то в Beyond Earth это сыграло злую шутку, потому что тут много всего непонятного было и народ просто забросил. В общем, в любом случае, давайте... Вот, уровень сложности Аполлон это самый сложный. Вот его я оставляю. Скорость игры высокая. Размер карты огромный. Массивная она называется. Огромная. За кого играть? Ну, за Славянский Союз. Понятно, наверное, большинство из вас хотят Славянский Союз. Но у меня куча, опять же, прохождений за него. Я посмотрел, за что у меня нету ачивки победы. Вот, например, за протекторат Ковиты. Не было ачивки. Поэтому я, наверное, за неё и сыграю. Давайте больше настроек посмотрим поселенцы. Это сейчас выбор будет мы делать. Все варианты победы включены. Без чудес нет. Зачем? Бешеные планетяне. Тоже, наверное, не будем включать. Быстрый бой. Нет, тут давайте всё с... С анимацией я тут не буду. Зачем мне ускоренный бой делать вам. Вы анимацию зато посмотрите. Ну да, тут со мной ничего не будем включать. Настройки планеты. Вот настройки планеты я бы... Давайте вот Альфа Центавра. Как всегда, типа в Циве мы летим к Альфа Центавре. Карта местности. Я бы взял Сельву. Чисто потому, что она красивше выглядит на экране. Потому что Грибковый это будет такого всё фиолетового цвета. Засушливый это будет такого всё жёлтого цвета. Холодный, такой серого цвета. А Сельва более-менее такая, ну... Ну, красивый, понятно. Просто приятно на это смотреть. Так, возраст мира давайте случайно поставим. Уровень моря нормальный. Ресурсы стандартные. Тип суши... Давайте большие материки. Чё там Пангея? Пускай материки будут. Так. Вот тут можно выбирать... Когда вы начинаете... Так, протекторат кориты. Мы будем тратить на 30% меньше культуры и энергии на приобретение новых клеток. Ну, то есть клетки будем дешевле покупать. Это способность протектората кориты. Это потомки индусов, я так понимаю, улетели в космос. Теперь. Способности поселенцев. Две науки в каждом... В каждом городе. Производствовка. Давайте я, наверное, производство возьму. Это что-то производство поприятнее. То есть вы всегда вот в начале игры можете разные бонусы выбрать, которые у вас будут. Чем-то, кстати, это напоминает то, что будет потом в Humankind при выборе... Цивилизации. Не цивилизации, а культур. С переходом из одной эры в другую. Показать линии побережья. На самом деле, вот здесь самый крутой, это, конечно, тектонический сканер. Потому что видеть месторождение нефти, особенно титана, это очень круто. Вы сразу начинаете... Ну, вы можете города с очень большим производством ставить. Поэтому я просто не буду это выбирать. Я выберу просто начать со 100 единицы энергии. Дальше. В первом городе на одном жителе больше. Есть инновационные технологии, есть клиника, есть солдат. Давайте рабочий у нас пускай будет. Ну и планету я выбрал уже. Вначале все. Поехали. В отличие от прочих спонсоров, протекторат ковид и заботится в первую очередь о духовности колонистов. Ежедневно ковид и читает проповеди избранным для заселения новой планеты колонистам, которых она иногда называет сеянцы. Во время подготовки к перелету она назвала его рассеянием. Слово приобрело популярность и неофициально стало использоваться повсеместно. Итак, смотрим место нашего появления. Вот мы вначале, то есть прилетел ваш модуль к новой планете, и вы выбираете место, где высадите. Тут у нас вот три клетки на самом деле есть. Мы могли вначале выбрать, что больше будет клеток появления. Ну я, пожалуй, вот тут появлюсь. Как раз посерединке. Ух ты, у нас тут сразу... Имеется... Это один из квестов глобальных. Ну, не очень, конечно, хорошо, что у нас клетку занимает, но что поделать. Так, вот тут мы можем обстрелять инопланетянина сразу, чтобы он не мешался нам. Но, кстати, это может повышать плохие отношения с инопланетянами. Так, фрукты улучшаются. Ну, давайте, наверное, начнем сразу с плантации, чтобы город рос. Так, вот это... Один из новых квестов. Во-первых, ну, победа. У нас есть несколько вариантов победы. Но параллельно идут еще вот такие вот квесты. У нас вот найти сигнал предтечь. Нам надо будет скаутом вот сюда подойти. Его... А, или это не здесь. Это, типа, мы уже только начали его делать. По-моему. Ну, то есть, это один из... Один из вариантов победы. Контактом. То есть, это вот начало. Нам надо будет скаутами. По-моему, странно неизвестно. Вообще странно. По-моему, сюда как раз скаутами подходишь. Или это рабочим надо будет делать. Ладно, посмотрим. Вот как выглядит тут дерево технологий. Которое на самом деле не дерево, а сеть технологий. Ну, я, наверное, начну сразу первое открывательство. Чтобы поселенцы появились. Не, обращайте внимание, что 21 ход. Но постепенно, конечно, будет ускоряться. Так, а в городе... В городе... Давайте, наверное, еще сразу исследователя делать. И какую мы тут клетку обрабатываем? Да, эту клетку. Все верно. Все верно. Странно вообще, что... Ничего не может... Мой исследователь тут сделать. Ладно, мы, короче... Поедем дальше исследовать территорию. Вот эти зеленые облака, это миазмы. Если я буду тут останавливаться, то буду получать урон. Постепенно. Но со временем, если мы пойдем по пути гармонии... Так, это вот местные руинки. Капсула с ресурсами. Там что-то может быть интересное. Вот если пойдем по пути гармонии, вот у нас тут есть три пути совершенства. Гармония, праведность и превосходство. По-моему, на пятом уровне гармонии миазмы, наоборот, начинают лечить. Это вот инопланетяне. Но с ними не обязательно драться, они будут мешаться, на самом деле. Но если их не бить, то с течением времени я не к вам буду хорошо относиться. Так, что-то дали 12 очков науки. Отлично. Ну, это следующий квест. Найти две капсулы еще. Ух ты, артефакт. Вот это артефакт, прикольная штука. Тут, когда вы три артефакта соберете, вы можете их... переработать во что-то интересное. Там разные... Там могут быть и новые здания, и просто улучшение юнитов. Будем потом смотреть. Ну вот, задание пошло. Подарки из дома. Еще две капсулы надо найти и исследовать. Мандиры пока там растет. Рабочий строит ферму. Сколько он еще будет строить? Два хода. Меня, кстати, до сих пор спрашивают, что в пятой циви, что это в комментариях под видеороликами. Кстати, напоминаю, что прохождение будет для спонсоров, как всегда, полностью выложено. Во вкладке сообщества, то есть спонсоры могут прямо уже все серии посмотреть во вкладке сообщества. Для всех остальных оно будет раз в сутки попадаться на канале, выходить на канале. Так вот, в комментариях спрашивают, зачем я постоянно отправляю рабочих делать то, что они и так делают. Дело в том, что в пятой циви, если, ну это особенно в сетевых партиях, вот против компьютера это не так важно, а в сетевых партиях, если подойдет какой-то вражеский юнит, то рабочий просто прекратит свое действие. Ну, это понятно, удобно, когда он рядом подходит, вот прям в следующем ходе может его проатаковать. А если враг там через клетку находится и понятно, что не сможет никак захватить, рабочий все равно остановится и получается, что выход потеряли. Еще артефакт и 70 энергии. Бывшее в употреблении принтер объемных компонентов. Видите, уже два артефакта. Ну, правда, вот это вот в фиговом качестве. Не очень. Старая земля, старая земля. Это все старые земли. Это, видимо, кто-то высаживался и разлетелся нафиг корабль. Так, три еды. Побыстрее начали расти. Тут во многом механика игры схожа с пятой цивой. Хотя и все равно лучше, чем как можно больше городов поставить. То есть, про расширение игра. Тут выгон строится, науку дает. А тут рабочую баржу. Наверное, давайте баржу попробуем построить. Едем, пока рассматриваем окрестности. Думаем, где следующие города ставить. Так, первооткрывательство исследований. Ну, это опять, это вот начальные такие квесты. Основать аванпосты. То есть, надо поселенца построить. И тут капсулы найти. Такие все начальные. Можно особо не обращать внимания. Ну, в общем-то... Может, уже... А, я еще не открыл первооткрывательство. Знаете, наверное, еще исследователи? Тут исследователи реально важны. Это не только скауты. Они очень много ресурсов могут дать. И провести проекты в археологических раскопках. Я, правда, еще не находил этого. Но в дальнейшем это появится. Так, баржа. Баржа! Плывет баржа. И мы на этой барже. Так, поплыли сюда, наверное. Исследовать. Ну, пока... Пока никого нет. Вот. Это... А, это... Боже, это малое государство. Я сейчас могу выбрать... То есть, это что-то типа городов-государств? Нет. Это один из соперников. Приземлился. Тут будут соперники постепенно приземляться. Не сразу все вместе начинают, а постепенно. Так как уровень у меня последний. Видите, у него сразу, конечно... Куча всяких бонусов там сверху. Это вот местное инопланетное болото. Кстати. Красиво тут, конечно, вода нарисована так. Тут еще вот нету глубин. Красиво, когда в глубинах. Ну, кстати, города можно и на воде тоже ставить. О, очередная... Давайте сюда подойду. Очередная капсула. Жалко пока ни одной археологической... Так, следующий соперник прилетел. Пока неизвестно, кто это. Ни тот, ни другой. Пока я к ним. То есть, это вот те, кто за мной улетели с земли. Они теперь тоже прилетают. Так, 10 единиц науки получили. И выполнил квест. Бесплатный юнит гелиоприемник готов к запуску в городе Мандира. Ну, гелиоприемник дает... Если вы над городом его запускаете... Он дает дополнительную энергию. Ну, энергия тут аналог денег. Я думаю, что мы можем его прямо сейчас и запустить. Он в определенном радиусе. Вы его можете... Вот этим зеленым нарисовано, куда он будет действовать. А синяя область, это куда вы можете его запихнуть. Но я лучше вот сюда отправлю. И он будет, собственно, вот видите, появилась дополнительная энергия на этих клетках. Вот он на этот радиус действует. Там в дальнейшем еще куча других спутников будет. О, тут придется в миазму. Нет, давайте мы лучше спустимся на воду. Отплывем миазму. Надеюсь, меня инопланетянин не будет атаковать. Ну, из-за выполнения вот этих... Это что, две капсулы нашел? Мне еще плюс 10 науки дали. О! Квест. Многие колонисты сообщают о странных симптомах у детей. У первого поколения, рожденного после посадки на планету, наблюдаются непредсказуемые и резкие перепады настроения, а также необъяснимые фантомные боли. Обязательно должны быть какие-то меры. В общем, надо лабораторию одну построить. Я просто хочу пока вырасти, хотя бы до трех. И поэтому, в принципе... А, у нас нету пока не открытой лаборатории. Ну, давайте реликвию Старой Земли построим. Это будет культуру давать. И дипломатический капитал. Тут, кстати, дипломатия, по моему мнению, очень хорошо сделана. По-моему, интересно. Лучше, чем в Циве. Все эти вот дипломатические очки можете тратить на... ...всякие штуки в общении с другими лидерами. Ну, давайте, наверное, вниз поплывем. Вот эта огромная пупырка, это не атакующая. Она просто как бы место занимает. Но она может передвигаться и потом, знаете, передвинется и будет место занимать лишнее. Считается, как такое разумное растение, что ли. Гидрокорал. Ну, вот это то же самое. То, что я убил вначале, это не что-то, что может напасть на нас. Раковины плюс производство будет, а тут плюс наука, да? Ну, наверное, давайте это... ...улучшение дна... ...построим. А вот, кстати, заброшенное поселение. Здесь я могу экспедицию провести. К сожалению, оно в миазме, но оно, по идее, 4 хода будет, а миазма... ...экспедиция проходит 4 хода. А миазма... ...убирает только... ...10 хитпоинтов в ход. Вот, не знаю, вот, по идее... А-а-а, я вспомнил. Вот эти, чтобы останки, эти инопланетные останки, мне должны огромные инопланетные останки сначала найти. У нас появится квест на исследование всех вот этих инопланетных останков. Тогда мы их сможем исследовать только. Вон, вспомнил, как тут сделано. То есть, пока, грубо говоря, у нас этого даже квеста нету. Ну, вот, 10 хп отнялось. Ну, я тут проведу экспедицию, просто чтобы вам показать. Вон, еще капсула. А, вот видите, через эти разломы я не могу пройти, кстати. Вот видите, тут их обходить надо, так, на всякий случай. Но у нас будут юниты, которые смогут это все перелетать в будущее. И экспедиция 7 ходов. Блин, ну ладно. Давайте. Тем не менее. Капсула прямо в воде. Ну, вот следующее я уже буду поселенца, пожалуй, строить. И тут, кстати, города не сразу ставятся. Тут сначала... А, ну и тем более я еще поселенца как раз не открыл. Вот, теперь у меня задание. Поселенца свойственна либо развитие, либо хаос. Мы выбираем развитие. Теперь я думаю, как раз время построить поселенца. Пять ходов. В это время город, по-моему, расти не будет у нас. Да. Вот это, интересно, культура здесь тратится не на ци... Ну, вообще как на цивики, да. Скорее, цивики. Но вот тут идет синергия. Либо вы берете какое-то одно направление, и у вас синергия вертикальная. Либо вы несколько направлений горизонтально исследуете, и тогда вы получаете синергию вот эту горизонтальную. Тоже интересно. Ну, начну, наверное... Не знаю, может, с процветания. Промышленность тоже прикольна. Уже построенных в столице зданий, чтобы города быстрее развивались. А тут быстрее аванпосты растут. Тут у нас есть поселенец. Давайте, наверное, сначала с процветания начну. То есть у нас 10% наверное до бесплатного поселенца разовьюсь, а потом можно промышленность поразвивать. Тут бонус синергии, плюс 10% к производству пищи во всех городах, а тут будет еще бесплатный цивик взять. Так, что дальше возьмем? Что дальше? Ну, я бы, честно говоря, Титан исследовал. То есть вот инженерное дело. Я бы в инженерное дело пошел. Но у нас есть квест на строительство лаборатории. Тоже 16 ходов. Как-то далековато. В фармацевтической лаборатории же там, да, квест? Давайте глянем. Проклятие меньшинства. Построить... Нет, просто лабораторию. Это не совсем... Ну, когда вы не знаете, где что находится, всегда можно поиск сделать. Лаборатория. А, она в химии. Вот-вот здесь лаборатория. Вот это имеется в виду. Что у нас тут еще? Перерабатывающий комплекс. Плюс 2 к производству. Нефть откроется. Нефтяная скважина. Подводная лодка. Ну, давайте, наверное, химию. Ладно. Или все-таки в Титан пойти. Здесь на энергию можно будет строить к сухоп... Ну, тут только... Нет, давайте в химию. Сначала в химию, а потом сразу в инженерное дело. Вот так я сразу поставлю. Все, отлично. Тут у нас пока в городе. Так, мы тут за капсулой поедем. А тут пока у нас экспедиция проходит. Что, далее? 25 культуры дали. Видите, сразу можем следующее направление принять. Ну, я плюс к росту или... Ну, зачем я сейчас вот рабочий без влаты? Мне этого одного рабочего вообще свыше крыши. Поэтому я лучше быстрее бы поселенца получил. Это все ресурсы всякие. Это вот, хотя, для того, чтобы можно было города на воде ставить. То есть, не просто так, что они... Не думайте, что они тут, типа, в воде. Их никак не обработают. На самом деле, вы можете город в воде поставить. Мало того, что вы можете город в воде. У вас эти города в воде плавать могут, перемещаться по воде. О, это у нас морской дракон. Может напасть на скаута. Но пока инопланетяне вот такого цвета зелененького. Значит, что они мирные. То есть, норм. Они могут напасть, а могут и не напасть. 50 энергии. Артефактов нам пока больше не завезли, я так понимаю, да? Угу. Это всяких ресурсов. Вот еще одно, видите, заброшенное поселение. Ну, сейчас в следующем ходу пойду к нему, посмотрю. Вот это такое огромное количество миазмы в этом месте. Скорее всего, значит, что где-то тут рядом гнездо инопланетян. Ну что, тут у нас 90 хитпоинтов. Если я начну исследовать, будет 80. Кажется, я не успею исследовать это. Ну, сейчас посмотрю, сколько там ходов. По-моему, все-таки не каждая экспедиция прям 7 ходов делается. Ну, я гляну, ладно. Хм. Может быть, уже Северный полюс у нас? Так, четвертый участник. Четвертая страна прилетела. Я не буду высаживаться. Все, две клетки. Да, видите, тут 4 хода. Было 7 ходов. Тут 4. 4 хода можно поделать. Тут 80 у нас очков здоровья. Каждый ход по 10. Нормально. Дело в том, что у нас количество этих экспедиций ограничено. В начале игры у каждого вот этого скаута, исследователя только одна экспедиция в запасе. То есть, чтобы это пополнить, надо возвращаться в город и заново... Ну, то есть, вы возвращаетесь в город и считается, что у вас восстанавливается количество экспедиций. Кстати, я сейчас получу тоже бесплатного поселенца еще. Хотя остался. Так, еще прилетели. Ребята. Принимаю колониальную инициативу. Слушайте, ну и, наверное, я дальше буду уже промышленность брать как раз. У тебя вон посты сейчас будут расти. Я бы вот к этому шел. Плюс 25% производства тех зданий, которые уже в столице построены. Так. Слушайте, ну давайте, наверное, обратно пройдем. О, вот это гнездо инопланетян. Вы можете его разрушить, и там много там артефактов инопланетян можете получить и прочее, но тогда серьезно упадет отношение с инопланетянами. Ну что, где мы будем город ставить? Хм. Да, жалко, конечно, и титан не открыл. Ну, это, наверное, пока сюда и сюда поставим. Хотя ресурсы, честно говоря, не очень. Везде, где-то у нас что открывается, чтобы можно было... А, это вот перемещение города на воде. Вот. Позволяет городам на воде перемещаться на клетке океана. Ну, значит, а ставить город на воде можно в любой момент. Ладно. Я тут пока не вижу на воде прям таких каких-то офигенных мест. Что бы мне хотелось там поставить? Я, наверное... Я, наверное, вот сюда поставлю. Прямо на фрукты. Давайте сюда поведу. А это поселенство сюда куда-нибудь. Так, это основать аванпост надо. Новое задание. Есть поселенец. Так, теперь давайте торговый склад. Торговый склад позволяет... Ну, во-первых, производство и еще два дипломатических капитала, но дальше позволяет торговый путь делать. Да, давайте, наверное. И этого парня... Сюда поведу. Так, когда тут уже... Вот, все, закончил экспедицию. Обнаружила выживших жителей в заброшенном поселении и увеличили численность населения на один. Отлично. Дополнительные жители всегда приятно. И тут осталось 30 хп. Надо будет... Лечить. О, еще одно гнездо. Тут аж два гнезда инопланетян рядышком... Находится. Ну, пока зеленые поселенцев не захватывают вообще. Ну, точнее, они даже их не захватывают. Даже когда они будут красные, они их... Или желтые. Они их не захватывают, а просто убивают, конечно. О, капсулка. И валим из миазмы. А здесь тоже можно, по-моему, уже закончить экспедицию. Если ни одного выжившего жителя, но обнаружили записи. Ага. Поняли ученые, как избежать подобных ошибок в будущем. 30 культуры получили. Отлично. И пошли в промышленность. Видите, вот у меня тут уже накопилось 4 синергии. Еще 2 принятия. Я это, скорее всего, в промышленности возьму. И я смогу бесплатную синергию, бесплатную от этого направления развития еще одну взять. Если я по знанию пойду, что тут будет даваться? 10% к науке, если уровень здоровья в норме. Каждый город получает 25 сотых к культуре за каждого жителя. 25 сотых к науке за каждого жителя. Ну, кстати. Ну, вот это, конечно, в начале надо принимать. Сейчас оно не особо будет. Ладно. Я вот думаю, мне на фрукты или на грибы ставить город. Мне кажется, лучше на фрукты. По-моему, то, что я на миазму поставлю, на жителей влиять не будет. Так, вернусь, но буду возвращаться вот так, чтобы открыть территорию. О, артефакт. У меня три артефакта со старой земли. Теперь смотрите. Я их могу вот так сделать. И в итоге получится у нас... Стадион-рубеж. То есть, во-первых, мне просто дадут 8 производства, 1.25 науки и 40 культуры. И плюс появится возможность строить стадион-рубеж. Плюс 10 к защите города, и боевые юниты сразу получают бесплатное ПВД. Ну, давайте, а почему нет? Прикольное здание. Еще и юниты сразу будут получать... Где он тут? Вот он, стадион-рубеж. Видите, три... Три хода теперь можно его построить. Следующее направление... Наверное... Вот это плюс 1 единица энергии за каждый основной ресурс. Что такое основной ресурс, интересно. Не ищутся. Вот ресурсы. А, вот основные ресурсы. Базарт, водоросли, волокно, выхлопы. Ага, любые ресурсы, кроме... Стратегических, я так понимаю. Ну, кстати, смотрите, у меня тут основных ресурсов уже... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть. Ну, я так понимаю, что это выгоднее, чем просто 5 единиц ресурсов энергии в столице. Давайте коммерциализацию. Сейчас у меня плюс 6 написано, да? О, плюс 11 стал. Видите, вот все эти ресурсы стали по энергии давать. Отлично. Пупырок поразрасталось. Пупырок поразрасталось. Не города основываются, а аванпосты. Я получил солдата за выполнение задания, что мы основали первый аванпост. Поэтому вот у нас солдат. Да, видите, миазм тут исчез, действительно. И вот теперь, пока постепенно будут вот так вот вокруг города, вот эти клетки, вокруг аванпоста добавляться клетки, и когда они полностью добавятся, это станет городом. Пока это не город, мы тут ничего не строить не можем. Видите, ноль жителей считается. И написано, через сколько он станет городом? Нет, через 3 хода только увеличится, где-то 18 ходов. Но, чтобы ускорить это дело, мы можем построить торговый конвой, отправить туда, и действительно все это намного быстрее произойдет. В аванпосте, по-моему, невозможно восстановить скаута, следователя. Поэтому нам надо все-таки в мандиру ехать. А этим нету смысла возвращаться, потому что я не использовал у него еще экспедиции, эти модули экспедиции 1. Так что мы только... Давайте я, наверное, солдата тоже, как исследователя... А, вот смотрите, вот тут могу экспедицию. Вот это разбитый колонизационный модуль, это экспедиция. То есть я вот как раз восстанавливаю экспедицию в мандире и отправлю сразу сюда. Ну, это кто-то неудачно приземлился просто. У нас еще 3 соперника не прилетело. Хотя уже 20 ход идет. Так, я думаю, рабочим можно дорогу проводить. Как и в Пятой Цивилизации, дороги тут требуют содержания. Так что... Слишком много их лучше не строить. Ну, кстати, вот тут ничего места для морского города. Тут ресурсы есть. Да, проблема еще морских городов в том, что они не автоматически не добавляют клетки за счет культуры. В морских городах вы можете только либо покупать клетки за деньги, либо вот перемещаясь городом, вы таким образом добавляете клетки себе. Я бы вот тут город поставил и переместился бы сюда, например. Это вот уже было бы захвачены клетки. Кстати, по-моему, все-таки города можно встать вот только вот на таких мелководьях. То есть вот тут на глубине города будет невозможно поставить. Это ресурс, это не место для экспедиции. Ну, красиво, видите, такие подводные выхлопы. Красивая игра. Все-таки мне вот как-то... О! Черных встретили. Африканский народный союз. Вообще, верите, что они, конечно, могут улететь в космос. Сейчас со всеми этими событиями. Уникальные умения. Вот теперь... Так. Очень хорошо отвечаем. У нас появился первый сосед, с которым можно пообщаться. Мы можем заключить соглашение. Так вот, все соглашения тут стоят вот этого дипломатического капитала. Смотрите, дипломатия. Заходим. Самотар. Джамма Баре. И возможные отношения. Возможные соглашения. Плюс 30. Вот, первопроходчество. То есть, я буду платить 3 дипломатических очка в ход ему. Но при этом мои аванпосты будут на 30% быстрее расти. По-моему, отлично. Плюс еще мы можем, на самом деле, дипломатические капиталы тратить на улучшение наших умений. Вот, наши сейчас умения, видите, мы меньше тратим культуры и энергии на покупку новых клеток. Заплатив 100 дипломатического капитала, мы будем тратить на 40% меньше. Либо новые умения принять, политическое, гражданское или военное. У меня пока нету столько дипломатического капитала, поэтому... Нету и смысла особо это рассматривать. Так, а где этот парень моего... Ну, мы его встретили, а где он находится сам по себе? Сетку уберем. Да, ну или на миникарте где-то показывало, где они высаживали? Ага, вот это нет, это не он. Где-то тут, по-моему, был. А, вот он. Вот Маган. Вот столица этих... Африканского союза. Ещё капсула. Вот, новая станция. Вот это как раз города-государства. И мы из двух вариантов всегда выбираем, какие могут приземлиться. Либо четыре пищи мы будем получать, если торговый путь не отправим. Либо энергию и три культуры. Давайте лучше новую Вавилону. Энергия и три культуры более нравятся. Блин, ну вот тут фигуешь. Я думал тут сам город ставить. Честно говоря. Видите, вон там на дне океана это... Разбитый колонизационный модуль чей-то. Сделали конвой. Из одного города можно посылать только один конвой. Собственно... Точнее, я неправильно сказал. Сколько угодно, по-моему. Но... Вы... Один город, вы можете только один вот этот... Торговый... Пост построить, из которого посылать. Так, давайте какой город мы ускорим Сайру. Видите, на 50% ускоряется создание аванпостей. Если вы отправляете туда конвой. И тут начинаем дорогу. Строить. В городе... Ну, стадион, наверное, рано. Исследователей... Мне кажется, уже достаточно. Давайте клинику. Здоровье это местный аналог счастья-несчастья. Когда появятся города, каждый город это минус 4 нездоровья получается. Минус 4 здоровья будет. Поэтому нам надо что-нибудь на здоровье построить. О! Организации Южноамериканских государств. Режинальду де Аленсар. А где мы его встретили? Вот этот... А, вот он проводит экспедицию в этом затонувшем космолете. Жаль. Жаль. Лучше бы мы там проводили экспедицию, конечно. В капсуле 15 очков науки и открыли нефть. Возможность строить перерабатывающий комплекс, лабораторию и подводную лодку. Вот нефть появилась. Вот нефть. Ну и, в общем-то, все. Да. А, вот еще нефть. Кстати, вот тут явно все-таки надо будет город поставить. Выглядит очень солидненько по ресурсам. Ничего не меняется. Не буду ничего менять, ладно. Тут караваны, к сожалению, дороги не прокладывают, поэтому... Пофиг, где он там плавает особо. Да, жаль. А, не, сойти, он тут не стал. Экспедицию. Я, к сожалению, этим не могу, потому что я тебе модуль экспедиции 0. Я сначала вернуться, восстановить, но зато я вот этим могу. Сейчас туда проехать и попробовать что-нибудь сделать. Так, тут я все возвращаю, чтобы восстановить модули, ну и заодно полечиться. Но когда восстановлю... Ну да, наверное, даже можно не лечиться. Я, наверное, сразу поеду этот разбитый эклонизационный модуль тут исследовать. Достаточно восстановить. Вот, сейчас вам покажу, что тут 0 модулей и становится 1 модуль, как только мы зашли в мандиру. А, там дорога была. Ну да, сразу пойдем в модуль. Смотреть, что там. Это все ресурсы. Вот тут тоже интересное место. Ну-ка, еще у меня, судя по всему, на море будут ставить города. Потому что тут у меня очень мало места. Место, по-моему, даже сразу надо было как-то на море больше внимания обратить. Так. Клинику сделать. А, наверное, надо лабораторию построить. Это у нас по квесту. Проклятие меньшинства. Вот тут исследовать. Давайте этого сразу отправим на этот модуль. Побыстрее. Вдруг там бразильцы. Ну, я их бразильцами буду называть. Ой. Прибегут. Кстати, надо посмотреть, что там, какой мы договорим можно за бразильцем. Но я помню, что у него там что-то на войну. То ли опыт больше, юниты получают. Что-то такое должно быть. Сейчас я гляну. То есть, это не особо мне сейчас нужно, на самом деле. Я не могу. Защита вашей страны, это дорого. У меня таких нету. Аванпосты получают к боевой мощи. Плюс пять десятых энергии за каждый собственный участок на вашей территории. Но это пока ничего я не могу. Купить. Так, тут едем тоже восстанавливать. Заряды. Нет, еще... Ну, ладно, там нормально. Хотя, тоже хорошее место. Наверное, когда-нибудь я там... Сейчас должен принять решение, что там за город появляется. Кстати... А, нет. Это я клинику построил. Это сейчас задание. Поселенцы выражают там свое одобрение. Одни предлагают создать добровольческую программу, направленную на улучшение города и будущих аванпостов. Другие выступают за создание сил гражданской обороны с представительством в каждой клинике. Третьи хотят, чтобы добровольцы взяли в штат клиник и разрешили участвовать в их управлении. Нет, я, пожалуй, создать добровольческую программу для клиник, чтобы плюс один к здоровью от клиник шел. А, это задание, да, это за счет того, что мы клиники построили. Ну, блин, плюс 15 к обороне. Если нас будут нападать и захватывать, то 15 к обороне не особо помогут. Лучше уж армию иметь. Соседи, в принципе, далековато. Вот где тут у нас был этот бразилец? А, нет, бразилец. Бразилец довольно близко, кстати, Сидаделла. Вот африканец далековато, да. Следующим ходом, Сайра станет городом. Ух ты. Это, оказывается, не город-государство. Блин, вот эти близко. Ну, вот этих ребят надо будет выносить точно. Видите, как он близко поселилось. Ну, радует только то, что она позже нас прилетела, соответственно, мы получше будем развиты. Так, экспедиция 4 хода. Возможно, мы получили объяснение проявлению странных симптомов у наших колонистов. Лабораторные исследования подтверждают наличие редкого генетического набора, упугающей значительной части нашего населения. Это просто невероятно, объясняет сотрудник новой лаборатории. На земле зеркальная сиэнестезия обнаруживается менее чем у 2% населения. Как же среди отобранных для этой колонии людей оказалось более 10% таких? Это же почти невозможно. Нам, колонистам, придется выбирать, искоренить это генетическое отклонение, или же попытаться извлечь из него пользу. Так, если принять, то мы начинаем идти по пути гармонии и превосходства. А если отказаться, то по пути праведности. Я бы принял редкие гены, потому что все-таки мы на новой планете. Вот, да, то, что на земле считалось слабостью, здесь может стать преимуществом. Построить теперь фармацевтическую лабораторию. Ну и у нас постепенно будут накапливаться вот здесь очки, и будут уровни улучшаться. Это будет улучшать юниты, новые здания давать. В дальнейшем. Вот видите, стало только одно здоровье. Ну, так как у нас... Хотя я еще не принял эту штуку, да? Плюс 25% к производству. Тем не менее, я думаю, что нам надо тут на счастье клинику построить. Или торговый склад сначала. Нет, давайте клинику. Потому что вот сейчас вот этот город станет городом, в общем-то, и мы в несчастье свалимся. Так, теперь... А с раю ускоряем. Лабораторию построили. Ну, давайте еще перерабатывающий комплекс. А потом... В очереди... Поселенца. Сейчас надо активировать очередь строительства. Надо выкупить клетку, как минимум, с нефтью. Вот эту бы надо для Сай... А, хотя тут есть уже. Ну, я все равно эту выкуплю. Так, кстати, а у этой новой... Чувихи из... Американской переселенческой компании. У нее какие есть соглашения? Натайная операция. А, ну это на шпионов. Натайная верность пока нету. Мы не построили. Там в дальнейшем у нас будет квест. Нам надо будет открыть, по-моему, обработку данных. Потом построить... Нет. Подожди, где тут это открывается? Фигня. Э, вот, да. Обработку данных надо открыть. Бюро разведки надо будет построить. Вот тут отмечено желтым. Это... Национальные чудеса света, которые может построить каждый. Синим отмечены здания. Фиолетовым разные возможности. Которые появляются. Хотя нет, не каждый может построить. Просто чудеса отмечено. Но бюро разведки может построить каждый, кстати. Это вот ресурсы оранжевым отмечены, которые будут даваться. А ничем, как-то, ну, сереньким, таким-то юниты. Так, ну, постепенно вырисовывается картина. Что нам и где заселять? Тут... Ух ты. Отношения с Сюзанной Филдинг под угрозой. У нас не очень уважает, типа. Постепенно... Ну, тут несчастье не особо страшная фигня. Там, по-моему, что ли 2% минус будет даваться. Сейчас мы увидим. Тут скоро уже Асрая, да. Следующим ходом станет городом. Я думаю, тут мин... Ну, как раз нездоровье. Это не несчастье, а нездоровье. Проявится. Так, давайте тут экспедицию закончим. А, еще три хода, блин. Я раньше нее тут встал. Дипломатический капитал, которым вы располагаете, позволяет вам обменять ставшие бесполезными личные умениями. Ну, то есть, он мне говорит, что я вот тут могу... Мои какие-то умения... Правда, они странные. А 98, а тут 100 требуется. Не знаю, почему он мне уже предлагает это сделать. Ну, вот эти кораллы, а это не скорее как... Не те инопланетяне, которых не стоит убивать прямо. Просто они тут мешаются иногда. И это реально не очень удобно. Так, тут я хочу дорогу через нефть. Потому что, видите, тут миазмы. Болеть будут наши ребята. А вот этих лучше не атаковать, я думаю. Ну вот, несчастье 3 стало. На 6% снижается скорость роста городов и аванпостов. И, в общем-то, все. Это все пока что влияет. Так, когда мы там сможем... Блин, видите, как и в 5-й циве, количество городов увеличивает порог принятия следующих направлений. Через 9 ходов только сможем. Поэтому я, пожалуй... Тут бы рабочего взял, чтобы вот эти улучшения дна на яйцах сделать. Нужно 10 ходов. Но надо, надо. Хотя, может, я рабочих тут... Нет, там у меня поселенец еще. Да, пожалуй, не надо. Давайте я просто этот караван из Асраи сейчас буду... А, да, точно. Вот, нету ячейк торгового пути. Ну, в принципе, кстати, я даже посылая туда буду давать туда производство. Видите, если я в Асраю пошлю, то она будет получать 2 производства. А если в Саиру, то она будет получать 3 производства, а мандира 1 пищу. Я в Асраю пошлю, потому что мне нужно... Быстрее работайте. 7 ходов будет рабочий. Теперь они 10. Ген, капсула. Так. Тут мы тоже экспедицию делаем. Еще 2... 2 космонавта не приземлились. А почему у меня установлена связь между Асраей и мандирой? Видимо, потому что они на побережье и между ними нету никаких соперников или как? Ну, это дает энергию дополнительно. Да, похоже на то. Ладно, мы тут сейчас дорогу доделаем. И связь будет установлена. Еще один спутник нашли. Гелия-приемник. Сколько тут еще этот висеть будет? Еще 24 хода. Давайте, наверное, в Асраю тогда запустим. Подожди, а где он у меня появился? А, вот тут он. Даже, наверное, вот так уж я там нефть точно буду тоже обрабатывать. Видите, вот тут руины предтечь. На них пупырка стоит. Вообще, какие-то заросли просто. Вот это надо, конечно, зачистить. Будет. Саира растет, Мандира растет. Ну. Ладно. Я куплю эту клетку, когда я уже закончу дорогу. Чтобы там обработать. Так, завершенная экспедиция. Там не удалось обнажить выживших. Но 30 культуры дало. Ой, артефакт. Еще один. Так. Предпоследний прилетел. Не учите детей мечтать о грузовых и сладостях. Учите их мечтать об удобной инфраструктуре. Так. Титан. Вот титан. Вот титан. Тут титан. Да. Слушайте, мне прям на море реально надо ставить. Сука тут. Титанов. Блин. Так хочется метки использовать, как в шестой циве. Но не могу. Да, кстати, нам не обязательно ждать сбора трех. Мы можем прям вот один артефакт. Видите, завершить изучение. Я просто 25 науки получу. Но я не хочу. Я люблю три артефакта собрать. Так. Вот тут принимаю плюс 25% к производству уже построенных в столице зданий. И мы получили синергию плюс одно направление развития бесплатно. Вот я сейчас хочу подумать. Может мне по знанию дальше пойти? Мне вот это нравится. Каждый город 0,25 к культуре за каждого жителя. И 25... Ну, четверть к науке за каждого жителя. По-моему, это мощно довольно. И тут вот синергию еще набить. Хорошо. А что у нас дальше? Половина здоровья за каждый торговый юмин под вашим управлением. Ну, это, кстати, тоже приятненько. Для расширения границ меньше культуре. Ну, это так себе на самом деле. Видите, три дополнительных экспедиции. Ну, ладно. Наверное, знание. Пока, правда, оно не будет работать. У нас здоровье не в норме. О, потеряна связь. А почему была теперь потеряна? Че-то не пойму. Так, тут экспедицию восстановили. Но я не нашел, где мне ее применить. На самом деле, поплывем сюда. Инженерное дело открыли. То есть, тут вот я ради Титана это на самом деле делал. Дальше нам нужна фармацевтическая лаборатория. Там по квесту. Кстати, давайте генетику. Да. Видите, плюс два здоровья как раз фармацевтическая лаборатория дает. Вот компьютер мне рекомендует открывать или робототехнику, это военный советник, или экологию, советник по культуре. Ну, кстати, ультразвуковый барьер, он выживает. Ну, он делает так, что инопланетяне к вашим городам не приближаются. А вот это еще мы можем миазму убирать. И либо биологию, советник по экономике. Ну, вот это, кстати, вот это, по-моему, этот спутник пиан. Здесь мне не изменяет память. Биотопливный взвод. У меня нету водорослей. Плюс одну яйца пищи от грибов. Это, кстати, в одном из городов. Вот четвертый уровень корма. Видите, я это здание могу только на четвертом уровне гармонии построить. То есть это... Поэтому нам и надо развиваться. Так, возвращаемся. Опять надо модуль восстановить. Я уже полечусь этим... Исследователем, пожалуй. Ну вот, рекомендуют заключить с Бразилии соглашение милиции на ванпостах. Но я лучше приму сейчас какое-нибудь умение. Ведь, во-первых, это могу улучшить. Но мне кажется, достаточно того, что у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас в политических есть. Два очка здоровья за каждое действующее соглашение. Ну, у нас только одно пока. Приобретение дешевле... За культуру это нафиг надо. Скорость конверсии для развития города. Это конверсия. Например, когда мы производство конвертируем в энергию или в науку. Тоже, мне кажется, не очень. Направление развития стоит на 2% меньше, заказывая действующее соглашение. Тоже интересно. 4 очка науки за каждый ход. За каждое действующее соглашение. Приобретение юнитов дешевле. Боевый юнит получает опыт быстрее. От международной торговли доход выше. Тайные аэрогенты работают быстрее. Орбитальная зона действия города увеличивается. Нет. Давайте посмотрим, что в гражданских. Производство пищи. Плюс 3 кубща. Я бы вот на здоровье взял, наверное. Хотя, с другой стороны, это не так. Промышленное производство на 8%. Или культура, или науки. Это вот все тоже круто. Ну и военный я, наверное, не буду принимать. А тут пока в развитии играю. Давайте, наверное, к здоровью я возьму. А что оно какое соглашение дает? То есть, вот когда вы принимаете это мнение, развитие, направленность на развитие, то с вами соперники могут вот это соглашение заключить. Бонус к здоровью за счет стратегических ресурсов. Давайте, наверное, приму. Ну вот. Одно нездоровье всего лишь стало. Тут миазма, по-моему, нету. Давайте на холм проведем дорогу. Внаружи затонувший космолет. 80 единиц производства. То есть, мы поселенцы сейчас доделаем явно. Так, ну вот это поселенец у нас сюда пойдет селиться. Тут два титана. Давайте, наверное, вот сюда. Что будем строить? Четыре хода до фармацевтической туревый реактор. Ну, энергию меня и так дофитает. Наверное, поселенцев продолжим. Жалко, никакого чуда я не открыл еще по сути. Я просто сейчас дали много этого производства. Мог бы какое-нибудь чудо построить. Кстати, вот эта чувиха, она получается зажата между мной и бразильцем. Видите, она тут ставит уже аванпост. Блин, мне лучше, может, сюда город поставить, чтобы она в мою сторону не расселялась. Да, наверное. Ну, то есть... Раз, два, три. Но это вот радиус. Не знаю. Ну, я что-то как-то вот тут не хочется особо ставить. А эти ресурсы я вот этим городом захвачу. Не, ладно. Плывем дальше туда. Куда и плыл. Так, тут лечимся. Вот такие же вот квесты. Ну, вот и последний приземлился у нас. Получается, участник гонки за победу. Так что я закончу на этой радостной ноте серию. Вот какие задания еще получили на то, чтобы шпионов сделать ложу Келпера. Это на шпионов задание. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что спонсоры продолжения могут прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных оно выйдет завтра. надеюсь, что Ковито сможет эту планету покорить и оставить ее только себе, а не всяким вот тут прилетевшим каким-то... Только от них... с них от планеты решили свалить. Они за нами прилетели. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.